МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Как ваше настроение? Спортивное? Спасибо, хорошо. Готовитесь уже ко всем предстоящим мероприятиям, к Олимпиаде тоже, насколько я знаю, готовитесь. Наверное, хотелось бы для начала поговорить о профессиональном спорте, о том, как он развивается в нашем городе и в нашей области. Действительно, расскажите вкратце о развитии именно профессионального спорта в нашем регионе, потому что, насколько мы знаем, смотрим по новостям, Октябрьская область немножечко, если говорить правду, отстает по количеству спортсменов. Расскажите, пожалуйста, как исправляем ситуацию и чего ожидать в будущем? Да, буквально в этом году, в январе месяце, открылся профессиональный спортивный клуб по олимпийским видам клуб НАМЭС, где спортсмены с января месяца были поставлены на заработную плату. Это молодежный состав и взрослый состав. Это лучшие спортсмены области. У спортсменов появился более какой-то хороший стимул. И сразу в апреле месяце в Шимкенте показали хороший результат. Это в истории впервые борцы вольного стиля заняли общекомандное первое место. Так что мы ждем хороший результат в дальнейшем. А какие еще виды в нашем регионе наиболее развиты? Если говорить о единоборствах, то у нас хорошо развита греко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо, бокс. Также игровые виды, это вот только хорошо пошли юноши, молодежь, волейбол, баскетбол, женский футбол. Хорошо у нас сейчас развит. А по поводу зимних видов спорта, Ледовый дворец, мы знаем, ожидается открытие Ледового дворца. Расскажите, как сейчас дело обстоит с этим? Планируется в этом году построить Ледовый дворец. Там будет функционировать, конечно, в первую очередь фигурное катание, где у нас сейчас они в Меге занимаются, у них нет условий. У нас есть отделение фигурное катание, но нет базы. Для них вот будут созданы условия, также будет шорт-трек, там у нас есть храм-тау, хорошие конькобежцы занимаются. У них нет условий, они большое занимаются, ездят на учебно-тренировочный сбор, это в Астану, в Алмату. Но у них очень хорошие результаты. Буквально сезон Мария у нас в 2014 году на чемпионате мира в Алмате среди студентов стала третьей. Надеюсь, по строительству Ледового дворца у нас будут хорошие результаты. Достаточно хороший результат. Ну, Алия, вы согласились уже, что спортивный дефицит в нашей области и в нашем городе ощущается. С чем вы связываете? Спортивный дефицит, как бы, знаете, созданы все условия для этого, для спортсменов, да. Ну, надеюсь, может еще и хороший специалистов, этот дефицит может специалистов будет. Но уже сейчас буквально во всех школах хотят внедрить спортивных психологов. Сейчас в психологической подготовке хорошо влияет, в первую очередь, психологическая подготовка на спортсмена. Также и у нас нет еще врачебного диспансера. Может, это тоже влияет. Надеюсь, со строительством этих вот врачебного диспансера открывается спортивный интернат для одаренных спорт детей. Этот интернат, он является фундаментом для дальнейшего профессионального спорта. А вот если про интернат поподробнее, я знаю, что он будет на базе или возле школы Есидбатыра. Расскажите вот об этом интернате подробнее. И кто сможет там учиться, заниматься, развивать спорт? Да, во всех регионах, почти есть в областных, спортивные интернаты для одаренных спорт детей. Но в нашей области буквально в этом году под наше ведомство управления спорта переходит бывшая военно-полицейская школа Есидбатра. Будет переименовываться в спортивную школу для одаренных спорт детей по олимпийским видам, где будут наши спортсмены области, имеют право учиться. Но буквально только в этом году будет только по пяти видам открыто. Это бокс, вольная борьба, греко-римская, дзюдо и футбол. Кстати, вкратце по поводу футбола. В прошлом году была информация в связи с сокращением средств бюджетных на нашу футбольную команду. Будут открываться дворовые клубы весной и летом этого года. Как дела обстоят с дворовыми футбольными клубами? На самом деле, да, буквально скоро будет у нас заседание Масляхата, где мы планируем тоже дворовые клубы во всех этих районах дворовых. Для молодежи это очень хорошо. Как в 12-м округе построены многофункциональные клубы, такие хотят открыть. И в планах есть в каждом районе открыть такие дворовые клубы. Давайте поговорим о предстоящей Олимпиаде. Какова роль нашего региона в предстоящей Олимпиаде? И как уже подготовлены, наверное, актюбинские спортсмены к Олимпиаде? На сегодняшний день у нас две лицензии официально. Это борец вольного стиля Санаев Нурислам. Он завоевал лицензию на чемпионате мира в Лас-Вегесе в 2015 году. Он вошел в пятерку лучших. Это он первую олимпийскую лицензию завоевал среди вольников. Это наш именно борец. И также тяжелоатлет Харки Фархад буквально на днях, два дня назад был состав. Утверждался. Утверждался, да. И в пятерку вошел именно Харки Фархад. Он будет выступать в весе до 62 килограмм. Теперь мы знаем, за кого болеть на Олимпиаде. Тяжелоатлеты, значит, имеются в арсенале спортсмены, которые представляют тяжелую атлетику нашей республики. Да, имеется. Харки Фархад, он будет выступать в весе до 62 килограмм. И представлять именно команду Казахстана. У него хороший результат. Буквально на чемпионате Казахстана, который проходил в этом году, он показал хороший результат. И делегация штатных команд, сборные федерации решили, что поставить его. То есть, а это решение принято заранее или вот только недавно связанное в связи с допинг-скандалом и отстранением наших спортсменов-тяжелоатлетов? Это решение было принято на чемпионате мира. Он выступал в весе в другом, на 69 килограмм. Он там выступил, конечно, плохо. Но уже буквально чемпионат Казахстана, значит, тяжелоатлеты, у них хорошая конкуренция даже в Казахстане. Для этого делать чемпионаты отборочные. И у нашего Казахстана было 5 лицензий, но они были неименитые. Еще неизвестно было, кто поедет. И буквально 2 дня назад, когда скандал прошел этот, и 5 лицензий у нас есть, по результатам поставили, нашего Харки, Фархата поставили до 62 килограмм. Но он до этого в планах был, когда еще не было скандала. Он был, должен был. Мы подающий надежды спортсмен, будем за него болеть. Пожелаем ему удачи. Кстати, по поводу допинг-скандала. Как вы лично, ваше отношение к этому? Это политика связана со спортом или же все-таки это на самом деле, этот факт имеет место быть среди наших спортсменов? Конечно, Казахстан в 2012 году в Лондоне показал в истории впервые такой результат, 7 золотых. Наверное, все-таки это связано с политикой, потому что есть завистники, которые не хотят, чтобы именно Казахстан выступал на чемпионате. Да, потому что знают, что наши спортсмены, хотя бы по тяжелой атлетике, по боксу и так далее, обязательно одержат победу. Но отойдем давайте немножечко от Олимпийских игр. Я бы хотела поговорить о развитии все-таки детского спорта, ведь мы должны взращивать своих спортсменов. В детской и юношеской спортивной школе на базе бассейна «Досток» с этого учебного года начнет функционировать секция синхронного плавания. Есть ли шанс у этого вида спорта? Я знаю, у Казахстана не такой сильный потенциал в этом вида спорта, но, возможно, с помощью именно этого бассейна на базе «Досток» они смогут в будущем завоевать олимпийские медали. Возможно ли это? В синхронном плане, да, впервые открывается в водном центре «Досток». Уже ведется набор, сейчас будут 4 группы. Синхронный план только для девочек, это 7-8 лет, возрастные особенности к нему есть, также антропологические особенности есть. Сейчас ведется набор, дети проходят медосмотр, а в сентябре уже будут их отбирать, будут смотреть, уже делать отбор. Будут всего лишь 4 группы, в каждой группе по 14 человек. А если говорить о тренерском составе, нету дефицита именно в синхронном плавании? Конечно, есть. Новый вид спорта? Да, новый вид спорта. Это будет кто-то из-за рубежа? Со стороны, скорее всего, да? Да, пригласили буквально мастер спорта, девочку пригласили, она будет выступать, девушка, и она сама мастер спорта, занималась этим видом, и будет только пока не одна тренер. В дальнейшем этот бассейн, именно «Досток», все международные требования к нему подходят. Он имеет, на этой базе можно проводить соревнования, чемпионаты Казахстана, также буквально недавно прошел чемпионат, открытый лицензионный чемпионат по плаванию, где наши спортсмены, именно пловцы, у нас очень хороший по плаванию результат, наши пловцы заняли хорошие места. Это у нас Тараблин Александр, он лицензию «Б» завоевал, но, конечно, лицензия «А» лучше, поедут другие спортсмены, лицензия «А», но у него еще есть шанс. Буквально у нас еще будет один турнир отборочный, где он может завоевать лицензию на Олимпиаду. Ну что ж, пожелаем ему тоже удачи. Да, Алия, вы уже говорили о том, что прошлые Олимпийские игры были для Казахстана удачными, и никто не ожидал такого результата от Казахстана. А ваш личный прогноз на Олимпиаду 2016 года в Рио? Какие шансы у нашей республики? Тем более мы знаем, Алия, что вы тоже являетесь профессиональным спортсменом, вы тоже чемпионкой, я думаю, вы не новичок в этой сфере, и, конечно же, вы наверняка следите за событиями на Олимпийских играх. Вот чисто лично ваше мнение, как профессионального спортсмена в первую очередь. Мое мнение, да, в 2012 году, в 2012 году, никто не ожидал, да, спорт – это такая система, что трудно удержать титул чемпиона. Постоянно растет молодежь, другая. Может быть, в 2016 году, конечно, если не будут услободить атлеты, у нас есть другие спортсмены в Казахстане, которые последние четыре года выступали очень хорошо. Это показ азиатские игры, чемпионата Азии мира, где другие виды работали. У нас единоборство очень хорошо развито в Казахстане. Также боксы, знаете, казахи, они обычно боксеры. Мы ждем хороших результатов. Но американская рейтинговая компания прогнозирует, что казахстанцы в этом году завоюют 15 золотых медалей. 15 медалей в общую копилку. Вы считаете, это реально для нашей республики 15? Или будет больше, или меньше? Ну, такой прогноз заранее. Если общий, говорит, это бронзы, золотые, в общем, ну, наверное, 15. Ну, может, меньше 15. Может, меньше. Я согласна, потому что в этом году состав достаточно молодой едет от нас, и им нужно еще чуть-чуть набраться опыта. Но, как говорится, новичкам везет. И я надеюсь, что обязательно они привезут нам заветные медали и прославят нашу страну. Будем надеяться. Ну, хотелось бы у меня узнать у Алии, какой профессиональный вид спорта лично вам нравится. Я знаю, чем Алья занималась. А я, кстати, не знаю. Давайте узнаем. Чемпион? Я сама бывшая спортсменка. Училась в спортивном интернате для данных спорт детей. Конечно, для меня ближе единоборство. Я сама бывшая дзюдоистка. Буду болеть, наверное, больше за единоборство, за наших земляков. Это за Санаева Нурислама, которая поедет за нашу область выступать. Идяемся, хорошие результаты. Ты знаешь, Набуль, очень хрупкая девушка Алия у нас, если можно сказать. И даже не верится, да, что вы занимались единоборствами. Кстати, вот хотелось бы заметить, что Алия, помимо того, что занималась единоборствами, стала чемпионкой Казахстана, сейчас работает уже главный специалист в управлении физической культуры и спорта. Вот так вот. Далее. Дзюдо такой вид спорта, знаете, он японский вид. Там не обязательно иметь мышцы, там сломанное ухо. Это очень восточная такая культура. Еще они делятся по весам. У меня, конечно, был маленький вес с 48 килограмм. Я в этом весе боролась. Конечно, в моей работе мне это помогает. Я считаю, что в спорте должны работать спортсмены, которые... Именно спортсмены, которые на себе попробовали, на своем опыте попробовали, прошли через это. И так же... Алия, последний вопрос в завершении нашей беседы. Если бы была возможность выступать от Казахстана, сейчас бы сменили бы свой рабочий кабинет? Маленький сквейгер. Ну, если бы честь Казахстана защищать, конечно бы... Ну, если это... Это вообще-то как бы нереально для... Возможно. Да, для Олимпиады идти надо очень годами. Это спортивный режим. Спортсмен не должен вообще ни одну тренировку не пропускать. Это все влияет на его результат. Конечно. Вот какие вот у нас специалисты работают, которые готовы сменить кабинет профессионалов. Которые душой болеют за развитие спорта в нашей области. Алия, спасибо вам, что этим утром вы были вместе с нами. Мы желаем вам личных побед в вашем труде, чтобы вы все-таки своим трудом смогли принести пользу нашим спортсменам. И, возможно, именно благодаря вам в будущем от нашей области будет победитель на Олимпийских веках.